Нелли Григорьевны нужна орден золотой. Она научила нас любить дом, где мы живем с вами. На презентацию книги краеведа Нелли Мись пришли ее друзья, знакомые и другие любители истории. За этот месяц Нелли Григорьевна выпускает уже вторую работу. 15 декабря автор представила прогулки в прошлое, а 17 в свет вышла книга Романовы во Владивостоке. Сто лет назад был заложен сад-город. Не все, наверное, это знают, что сад-город связан с Романовыми и прежде всего с цесаревичем Николаем Александровичем. Представители династии побывали во Владивостоке 8 раз и каждый из визитов оказался знаковым для города. По словам автора, эта книга не дань монархизму, а посвящение историческим личностям, кто изменил Владивосток и внес значительный вклад в его развитие. Некоторые воспринимают Романовых, ну так, по-советски. По-советски. Они враги. Да, они белые. А мы красные. Но я думаю, что сейчас у нас уже ни белых, ни красных. Мы сейчас уже непонятно вообще, какие. Над книгой, уместившей в себе четыре главы, Нелли Григорьевна работала по меньшей мере 20 лет. Страницы пересказывают различные истории, которые случились с Романовыми в Приморье. Автор вспоминает заложение триумфальной арки, открытие первой краевой библиотеки, железную дорогу, вокзалы, многое другое. Примечательно, что некоторые факты из биографии князей публикуются впервые. Дело в том, что я преподаватель, и поэтому я интересуюсь вот этой темой. Это мне близко по профессии культурология. Поэтому, конечно, для меня это очень важно. И будет чем поделиться с учениками, студентами, коллегами. Я считаю, что эта тема важна абсолютно для всех. Потому что, если мы хотим жить в цивилизованном прогрессивном обществе, мы не можем не чтить свои частные или корпоративные, партийные традиции. То есть, одной партии нравится одно, другой – другое. Мы должны все-таки что-то объединяющее. Книга уже поступила в продажу, но для Нелли Григорьевны это не главное. Никакого дохода она с этого не имеет. И так происходит с каждой ее публикацией. Автор берет исключительно признанием и уважением к своему творчеству. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.